Мы ждем 10 дней на съезд. А ребенка-то куда? Давайте органы опеки я позвоню, чтобы ребенка определили, где ребенок. После таких угроз Анастасия Заутинская собирает вещи. Холодильник уже разморожен посреди комнаты, коробки да пакеты. В ожидании выселения семья живет после визита представителей местной администрации. Мы сейчас взломаем дверь, если вас не будет дома. Никакой бумаги, ничего. На словах, все на словах. Мы вас уведомляем, что в течение 10 дней вы должны отсюда съехать и принести нам ключи от квартиры. Снег выпал, холода, и куда нам сейчас деваться? Резко так собраться, и все некуда. Жилье единственное. А выселяют девушку и ее 6-летнюю дочь по решению суда. Раньше жилплощадь принадлежала отчему Анастасии. Он воспитывал ее с 4 лет, и когда пачерица повзрослела, прописал и отдал ей квартиру. Однако после смерти мужчины Анастасия отказалась от наследства. Выяснилось, что глава семейства набрал долгов на 2 миллиона рублей. Он ее заложил, эту квартиру. Вот в чем дело-то. Он заложил ее, и мы даже этого не знали. Мужчина хотел открыть бизнес, делал, как говорит супруга, все подобрать душевной и прогорел. В итоге долги и квартира перешли государству. Сейчас студия находится на балансе муниципалитета. Девушка считает, что администрация обязана предоставить именно эту жилплощадь по социальному найму. Так как она мать-одиночка, и идти ей больше некуда. Вы считаете, что вы можете здесь поживаться? Мы считаем, что да, можем. Так как другого жилья нет. В администрации поясняют. Еще в июне, когда был суд, Анастасию предупредили. Важно встать на очередь на предоставление жилья по соцнайму. Но девушка, по словам чиновников, так и не явилась. По словам юриста, шансы отстоять квартиру у семьи минимальны. Получить в приоритетном порядке объект недвижимости никак не получится. В общем порядке, собрав все необходимые документы, уполномоченный орган придет к выводу, что действительно человек нуждается в жилье и будет предоставляться объект недвижимости в границах муниципального образования. Но не в таком формате, что я хочу именно это. Однако девушка сдаваться не намерена. Она несет очередное заявление на право пользования жилплощадью суд и главе Ирбита.